Фраза очень хорошая, сейчас разберём её. Каюсь на исповеди, но опять грех возвращается. Как бороться, как научиться смиряться? Значит, центральная фраза в этом небольшом письме следующая. Ближние не слышат меня, делают всё по-своему. Значит, в этой фразе мы слышим желание сердца вашего, чтобы ближние делали всё по-вашему. А они, паразиты, делают всё по-своему. Как у них совесть как бы не загрызла ещё до смерти, как они по свету ходят. Земля же их носит, бессовестных. Берут и делают всё по-своему. А я хочу, чтобы по-моему делали. Они берут все, договорились что ли все. Всё селают по-своему. Я ему говорю, оденься зелёный, он взял, оделся чёрный. Ему говорят, он не ешь больше никогда в жизни сметаны и молока. А он ест прям на моих глазах. Ну не делает по-моему. Ну короче, понимаете, но я немножко так, шутить-то, конечно, не грешно в данном случае, может быть. Да не обижайтесь. Не обижайтесь. Ближние не должны поступать по-вашему. Мир не будет поступать по-нашему. Он не будет стелиться нам под ноги. Он вообще никто не собирается угождать нам. То есть подстраиваться под нас. Ну вот в последнее время там, допустим, в градостроительстве там пытаются сделать так, чтобы всё было под вас, как бы, допустим, чтобы на остановке, например, были лавочки, чтобы посадка трамвая была низкая, чтобы было легко в него зайти там. И чтобы Wi-Fi был везде в городе, чтобы половину справок можно было, не выходя из дома, то есть как бы под нас. Спасибо за это. Это, кстати, большая редкость, потому что обычно про нас никто не думает, как бы, проблемы индейцев никого не волнует. Шерифы точно. Но люди, они будут поступать, как они хотят. И мы не должны ими командовать. Не нужно осуждать их за то, что они делают, как бы, что своё. Ну ладно. Вы же не поставлены, дорогой Павел, над ними, а некий командир, как бы, значит, такое. Ну смотрите на них безучастно. Ну в смысле, как бы, отрешённо, что ли. Ну они свободны делать то, что они хотят. Если они делают что-то хорошее, благословение Божие добудет на них. Если они делают что-то плохое, а вы их предупреждаете, а им как бы наплевать, ну тогда это скорбь сердца вашего. Но это скорбь от любви. Можно скорбеть от любви, когда ты любишь человека, говоришь ему, слушай, перестань там делать вот это, 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 например. Он всё равно делает. Тогда ты любишь его и скорбишь о нём. Но я не вижу этой проблемы в ваших словах. Вы именно раздражаете, что они просто самовольники, так они по-вашему, а по-своему поступают. Так они и должны поступать, а как иначе? В общем, не нужно заставлять никого ходить с нами в ногу. Не нужно. Надо как-то разом это от себя отсечь. И тогда не нужно будет постоянно об этом на исповеди говорить. Как там пишется в Писании? Писание, вообще-то же, это же лекарство на всякие болезни. Там говорит, что ты судишь чужого раба? Своему Господу стоит или падает? И силен Бог поднять его. Вот найдите это, даже прям запишите себе, потом по поисковику найдёте прямую цитату. Где-то там к римлянам это говорится или коринфянам, коринфянам кажется. Значит, что ты судишь чужого раба? Прям запишите, запомните. Потому что когда мы имеем какую-то проблему, нам нужно обязательно иметь в голове слово из Писания. И словами из Писания нужно врачевать любую проблему. Что ты судишь чужого раба? То есть это раб Божий человек. Он не твой раб, он раб Божий. Что ты судишь чужого раба? Своему Господу он стоит или падает? Если он упадёт, то силен Бог поднять его. То есть оставь его. Пусть Богу ответят за дела свои. Пусть Бог с ним разберётся. Зачем тебе тратить силы, как бы, сердца своего? Вот запомните эти слова, найдите их. Прям выпишите себе и имейте в голове их. И это будет вам помогать. Надеюсь. Прям выпишите себе и имейте.